Здравствуйте, уважаемые друзья! Надеюсь, что вы в прекрасном расположении духа Неделя у вас продолжается В общем, что все у вас хорошо Сегодня мы будем говорить об историях инженеров Человек, который меня спрашивает, что я могу рассказать про творческий жизненный путь иммигрантов и инженеров Есть ли у меня какие-нибудь истории на этот счет? У меня не то чтобы много, но парочка историй есть, собственно Как вы знаете, работа инженером предполагает получение лицензии И это автоматически делает всех тех людей, которые получали диплом за пределами США и Канады Людьми, которым надо пройти через массу испытаний Масса испытаний связанных именно с тем, чтобы взять экзамены в Ордене Или в регулирующем органе в провинции вдруг какую-нибудь Потому что Орден это в Орбеке И, соответственно, после этого получить лицензию на право работы Что я могу сказать? Что на самом деле существует глобальная разница между разными видами инженеров Да, есть инженеры-строители, есть инженеры-электрики, есть инженеры-механики И, соответственно, у каждой из этих профессий есть свои варианты развития событий Свои сложности подводной камни Но вот то, что я знаю, да Перейдем от лирики в дело История инженера-строителя с докторской степенью Он был преподавателем в институте Потом эмигрировал в Израиль В Израиль что-то сложилось, эмигрировал в Канаду Собственно, он попытался работать по профессии В смысле, как инженера имеется в виду У него не получилось Как инженера его никуда не брали Он пошел работать чертежником И, соответственно, делал карьеру как чертежник Потом он закончил какие-то курсы, какую-то программу Не помню, какую-то, потому что мы давно на эту тему договаривали И, в конце концов, он стал заместителем начальника отдела Он делает полностью инженерную работу, но без права подписи Наличие ее цените дает право тебе подписаться к инженеру Соответственно, именно за эту подпись тебе платят большие деньги Потому что тот, кто подписывает, тот не несет ответственность Если ты несешь ответственность, значит, тебе за это должно хорошо платить Бойка такая Другая история, связанная с инженером-механиком Человек тоже попытался, приехал сюда Попытался найти себе вариант инженерный Не получилось Человек попытался пойти в орден Начал сдавать экзамен Сдал всего один экзамен У него тоже ничего не вышло Дальше он застопрился, начал работать И, в итоге, человек работает сейчас автомехаником в сервисе На вопрос о том, ну, типа, что там, как С инженерной деятельностью То есть, все-таки, будет ли ты не стать инженером Машет рукой Еще история про, по-моему, то ли механик, то ли инженер-механик, то ли инженер-электронщик или электрик Что-то такое Человек приехал Сдал все абсолютные экзамены Получил должность младшего инженера Точнее, звание, да, младшего инженера Работает в какой-то небольшой компании по специальности То есть, пока как-то вот так И последняя история, то, что я знаю Это то, что Человек из Молдавии Учился также еще и в Румынии Приехал сюда Он строитель Если я правильно помню Приехал сюда Попытался сдать в орден Но его повернули, завернули Дали ему список вопросов Тем, которые он должен изучить для того, чтобы пройти экзамен Он выбрал вариант просто пойти заново, переучился И, соответственно, 4 года он переучился Вот в этом году он получил диплом Человек закончил Шербурский университет Инженерный факультет И, соответственно, сейчас у него вопрос как по о том, чтобы Получить То есть, пройти формальное утверждение в ордене измерном И получить какую-то работу, которая позволит ему называться младшим инженером С дальнейшей перспективой просто Вот такие, собственно, реальные конкретные истории То, что я знаю по поводу инженеров То есть, как я понимаю Во многом все складывается из того, насколько человек реально хочет работать с инженером Потому что, в принципе, если голова варит, руки работают И растут из того места, из которого надо То на кусок хлеба с икрой ты, соответственно, заработаешь Потому что здесь нет такого, что если ты там не занимаешь какую-то руководящую должность Ты будешь есть какие-то объекты Если у тебя есть руки и голова, ты всегда будешь хорошо зарабатывать Не намного меньше, чем если бы ты работал тем же самым инженером Вот, так вот, если у тебя есть желание работать с инженером То ты либо пройдешь все круги ада А это реально очень тяжело Для того, чтобы получить лицензию Либо ты будешь давать экзамены Либо ты будешь саму проходить учебу Либо ты махнешь рукой на все про все И просто-напросто устроишься тем, кем ты можешь работать Кем тебе позволяет работать твоя текущая ситуация Твой расклад по жизни и так далее Так что вот, такие вот истории Надеюсь, мне вам как-то помогут Все, я с ним откланиваюсь Желаю вам всего самого хорошего, друзья мои До свидания Пока-пока Субтитры подогнал «Симон»